Дэнс Тиви, Ю-Эй, ты бизнес all day Мое знакомство вообще с культурой брикданса произошло в 1984 году. Вышел такой фильм Breaking. В нем снималось два знаменитых танцора, Майкл Чемберс и Бен Локи. Я до этого танцевал бальные танцы в красивом доме культуры. И когда я увидел, что исполняют мужики, я тупо прозрел, закинул все от чертовой бабушки и увлекся брикдансом. Это была, конечно, совсем другая форма, которая существует сейчас, но это было, мне кажется, намного интереснее, веселее и более продуктивнее. Все, что было связано с брикдансом, в моем понимании, если мы говорим, например, о том, что называется бибой, бигерл, то ко мне тоже как к брейкеру не имеет никакого отношения. В мое время были люди, которые занимались брейкдансом. Их называли брейкеры. Даже девочек периодически называли брейкершами. Если говорить о терминологии, то это было Electric Boogie. Тогда уже появился такой модный термин, как Pop Locking. Он тогда уже существовал. Ну и все, что люди делали внизу, называли это все нижним брейком. Breaking, как термин, пришел уже позже. Ну и сами движения, естественно, если ты умел делать хеликаптер и хэдспин, ты уже был какой-то нездорово навороченный танцор. От вистах тогда и не было мыслей никаких, сикстепами танцевали, то есть такое более все простое. И не было никакого поделения на мув, допустим, там, и стайл. Это все отсутствовало. Все танцоры, которые танцевали в то время, по большому счету, очень мало было ребят, которые танцевали, ну, грубо говоря, брейк. В основном это были ребята, которые танцевали все. То есть они должны были уметь танцевать. Хелик, трик, буги. У меня, допустим, в коллективе был Игорь Гаркин, он был чистый борец. Вот. И он очень красиво делал многие вещи. Он там спайдер делал, очень красиво хелик крутил с ровными вытянутыми ножками. Но бибой, вернее, танцоры тогда, брейкеры, они его не признавали как танцора как такового. То есть, да, он молодец, он умеет делать трюки, но... А сейчас просто все, что я вижу в брейк-дансе, это мальчики, которые умеют три движения там какой-то в каком-то опроке. И, как правило, это, мягко говоря, не музыкально. Это что они делают. Ну, 90% ребят, которые увлекаются брейк-дансом, они как-то увлекаются самими трюками. А что касается музыкальной стороны вопроса, она как таковая не чувствуется. И когда среди этой толпы появляется кто-то, кто попадает в музыку, это уже просто сразу ярко почему-то выглядит. Вообще, я считаю, что быть брейкером и быть бибоем – это две большие разницы. Потому что заниматься брейк-дансом в 1984 году и заниматься брейк-дансом в 1988, когда уже, допустим, там начала подниматься турбина харьковская, когда уже можно было спокойно легализовывать все это. Это уже намного проще. У меня мама получала чуть ли не каждый месяц по Ленину штрафа. Знаете, что такое Ленин? Это такая бумажка была – 25 рублей, очень большие деньги. Мама получала штраф за то, как я выгляжу. Хотя я хорошо учился, я себя довольно прилично вел. У меня не было в голове сигарет, алкоголя, но просто за то, как я выглядел, мне давали 25 рублей штраф. То есть тогда было очень тяжело. Нас закрывали, нас называли панками, там, кем угодно. Вот. Нам не давали развиваться. Брейк-данс-культура в то время, почему она мне нравится больше, потому что в ней были настоящие наркоманы. Сейчас можно увлечься брейк-дансом, просто прийти в какое-то место, где есть люди, побыть в тусовке, узнать об этом мире. Тогда же не было информации, ничего. И поэтому все, кто этим увлекался, это были очень сумасшедшие наркоманы. То есть их не признавало общество, их не признавали родители, их не признавали друзья. Брейк-команы. Развивалось в другом русле, появился хип-хоп. И не говорю, что это хуже, это просто другое. Ну, если брать в целом, у нас же есть разные варианты, да, есть какие-то спортивные направления, связанные с хип-хопом, есть андеграундные направления. Нужно просто четко понимать, о чем мы говорим. Если мы говорим о развитии танцевальной хип-хоп-культуры как таковой, это одно. Если мы говорим о развитии музыкальной хип-хоп-культуры, это совсем другое. Музыкальная хип-хоп-культура как таковой вообще не существует в этой стороне. Почему хип-хоп живет, я себе часто задавал вопрос, почему хип-хоп в этой стороне живет так много лет. Теоретически это культура, которая пришла к нам извне, не имеет никаких социальных, вернее, никаких народных корней. И, кстати, когда я начинал заниматься брейк-дансом, мне в первый же день сказали, что это сдохнет через год, через два, и просто все об этом забудут, и ты не туда лезешь. Уже прошло каких-то несчастных 35 лет, ничего не поменялось. Хотя у меня был перерыв, я служил на флоте три года. Но нужно понимать, что если кто-то увлекается чем-либо, оно всегда должно иметь развитие. То есть, если я чем-то увлекаюсь, я вот, допустим, поехал, у меня первое желание выиграть батл, допустим, у своих ровесников в своей студии. Я выиграл. Для нормального человека возникает вопрос, что дальше. Потом я еду на какой-то киевский батл большой и просто его выигрываю. Стоит снова вопрос, что дальше. Потом стоит ситуация, надо ехать в Лос-Анджелес и там выигрывать. Вот здесь начинается, что дальше останавливаться. Потому что чем бы вы ни увлекались, существует финансовая сторона вопроса. И тут уже человек должен четко подойти к вопросу, насколько это серьезно для меня. То есть, если я вкладываю в это деньги, даже просто в перелет. То зачем я это делаю? Есть очень много ребят, которые здорово танцевали, бросили по причине того, что просто финансово не тянули элементарные какие-то вещи. Даже хорошие кроссовки, если ты покупаешь Nike Cortez, они стоят 200 долларов. Но бальные танцы, ты изначально приходишь и понимаешь, что это чисто коммерческая структура. Скорее коммерческая, чем творческая. И на первом этапе все себе могут позволить. А бальные танцы на первом этапе себе уже никто позволить не может в этой стране, на хорошем уровне. И если мы на сегодня говорим о том, что я хочу этим заниматься всю жизнь, тогда стоит вопрос. Тебе нужно уходить с улицы, создавать студию, то есть пытаться с помощью танца уже зарабатывать на себя. И здесь стоит снова вопрос. Зарабатывать каким образом? Преподавателем? Или же как судья ждать тебя, пока куда-то позовут? Или же третий вопрос, как это вообще будет развиваться и нужно ли мне это? Я знаю очень хорошего танцора, мы с ним буквально пару дней назад разговаривали, который танцует паппинг. Он вынужден идти на коммерческую работу, он просто не может окупить свою жизнь с помощью танца. Хотя он очень хороший танцор. Я просто это все к тому рассказываю, что все, кто захотят прийти в брэгданскультуру изначально, переступить зал и надеть на себя кроссовки, должны хорошо подумать, что дальше. Вот мне повезло в жизни, я этим занимаюсь всю жизнь. Это приносит мне средства. На жизни чувствую себя счастливым человеком. Но я пока еще за 35 лет своей работы не встретил ни одного из тех ребят, с которыми я начинал. Никого из них сейчас нет в брэгдансе. Ну, ситуация следующая в Харькове. Дело в том, что я как бы активно по всем фестивалям и чемпионатам катался в 85-87 год. И тогда еще Харьковская Турбо это был неплохой коллектив, который не имел такого топового значения. Насколько я понимаю, Турбо начали свою карьеру там у них со вторым составом уже 88-89 годом. Этот вариант мне очень понравился, когда они с туалетной бумагой придумали. Там у них что-то не было. Харьков поймал вторую волну, когда везде все засохло. Вот эти все ребята, которые занимались брэгдансом, они все поуходили служить. Тогда же служили практически все. И уже в начале 90-х, кроме Харькова, практически никого не осталось. Они вот на этом толчке очень сильно развили эту культуру. Потому что в Киеве тогда, в 90-х, тоже никто уже не танцевал. Хотя в Киеве были очень хорошие ребята-танцоры. Очень серьезная Одесса была на первом буме брэгданса. Очень хорошие танцы. Игорь Глубошлепа здесь в Киеве танцевали. Ханя, Шуля такие были ребята. Я даже не представляю, где они находятся. Может, они где-то там меня увидят и услышат. Привет, я в Киеве-то. Как бы они тогда, у них уже была ситуация с большими фестивалями. У нас по фестивале были, они могли делать фестивали прямо у себя. А нам для того, чтобы поехать на фест, надо было тратить кучу времени, сил. Потому что в то время, чтобы потанцевать, надо было ехать. Или там в Ленинградский дом молодежи, они проводили фест на Белые Ночи. Это был очень популярный рок-брейк фестиваль. А самое топовое мероприятие, это была Паланга, попугай, так называемый фестиваль. Он проходил два раза. Но для того, чтобы туда попасть, надо было потратить очень много сил, для того, чтобы просто попасть на это мероприятие. А в Харькове они подняли бум. У них было много ребят-танцоров местных, они могли развиваться как-то внутренне. В счет этого у них получилось. И я думаю, что то, что Харьков сейчас как и бально, так и современно развит, это как раз благодаря тому, что когда-то эти ребята, там второй состав Турбины как раз поднял эту всю историю. Ну, яркие фестивали. Самый яркий, конечно, был Паланга. Паланга попал, это уже был, я уже был такой действующий, грамотный танцор на то время, как я думал. Мне тогда уже было 17, я уже был куда-то, аж страшно вспомнить. Первое мероприятие такое яркое, это мы были в Москве, в Ленинград, в Московском доме молодежи. И там была танцевальная команда «Энергия», в ней танцевал там и Вова Пресняков, там была очень крутая банда. Усилия такие, которые, в принципе, на сегодняшний момент имеют, мягко говоря, косвенное отношение к брейк-дансу. Ну, кстати, Вова танцевал очень красиво. У него был локинг и электрик буги, там, если, допустим, в портере он мог станцевать какие-то примитивные вещи, там типа спина и хватит, сикстеп и спин, то такой был яркий парень. И в то время еще надо понимать, если сейчас, вот я смотрю на бибойские фестивали, ребята одеваются, ну, это нормально, наверное, довольно просто. То в то время это был китч. Мы одевали какие-то вареные штаны, на нас были куча перчаток, там, поясов, железом, делали химию на голове. А модно было на футболках через бумажные трафареты иероглифы набивать. А денег не было, я помню, половой краской набили, пошли на фестиваль, вся спина в краске, иероглифы поползли. На оранжевой футболке коричневой такой половой краской, это просто были какие-то нереальные прикиды. И потом очень модно было, такие свободные комбинезоны свободные шили. У меня комбинезон был, на нем было четыре цвета, желтый, фиолетовый, голубой и черный. Такой полосатый, как у тюремщиков. Такой был огромный комбинезон и химия до пояса волоса. Это было очень круто, иметь длинные волосы. Наверное, сейчас просто ребятам, которые там делают бэкданс, так комфортно. Им не нужно кичиться и показывать, что они умеют это делать. Они скорее это делают для своей какой-то определенной тусовки. А у нас был вызов обществу. Да, вот мы такие. Тогда все и рокеры, и все начинали, и панки. То есть основное движение было молодежное, это вызов обществу. Мы же жили в очень консервативном обществе. Очень сильно все угнеталось и подавлялось. Вот те, которые не боялись, вот как бы этот кич, он проходил. Я не знаю, почему я пришел в танец этот, потому что я его больше любил, или у меня просто было состояние такой оппозиции ко всему, что было рядом со мной. Потому что ребята уходили в то время в стакан, еще во что-нибудь. У меня была такая продвинутая компания, которая говорила про Булгакова. Мы слушали Кейт Буш, Питера Габриэля, спорили о Депешмоте и, допустим, что лучше там, Депешмот или Альфа Вайлда. У нас были такие сборники разные, какие-то где-то кто-то передавал с каких-то винилов. Ну, модные там как бы коллективы, был Dance Machine, была такая команда. Они как бы и танцевали, там музыку играли. Это такой был классический вариант. Но тогда у меня был, я не помню откуда, с каких-то винилов списанных, у меня было в очень плохом качестве, но это было очень круто. У меня были таких два нон-стопа по 60 минут, по 45 вернее, как с виниловой пластинки. Играл I.T. I.T. тогда был топовый чувак. И вообще просто голос I.T. и все его там знаменитые рэпы, типа там BD Reckless, это было выучено наизусть, заучено, все это знали. И вплоть до того, в какой момент, как будет работать там Scratch, как он звучит в этом месте. Тогда же не было вообще цифровой музыки, все было аналогово. Мы резали себе шоу. Это бобиные магнитофоны такие большие, если вы понимаете. Тогда еще не было понятия скотча, на изоленту склеивались эти места. У меня, кстати, один раз был очень крутой момент. У нас была минусовка I.T. и мы на нее положили рэп. У нас было 6 человек в команде, и каждый зачитывал о ком-то другом или о команде. А другой выходил и танцевал. То есть это был такой вариант шоу, когда и читался рэп, и танцевали танцоры. Клепали это все в последнюю ночь. И когда выходил мой товарищ Игорь Гаркин, который делал все внизу очень круто, вот Игорь выбегает танцевать. И в этот момент мы понимаем, что мы бобину склеили в обратную сторону. У нас пошла медленная песня группы Space. Вы можете, если представить, выходит такой нарванный чувак, заходит на секс-тепы, и начинается медленная песня группы Space, космическая такая. Вот, не помню, как мы выкручивались, я начинал что-то читать там на этом фоне. Девочки из коллектива делали очень медленную волну, такую медленную волну в руках они еще никогда не делали. Но публике понравилось, потом резко включилось снова все быстро. Все подумали, что это такой технически интересный клёв. Правда, нам это как бы за кулисами выгребли всех, кто неправильно склеит, когда бобин. I'm here now, я здесь и сейчас. Почему мне подходит эта фраза? Она мне ложится как человеку внутренне по всей моей жизни. То есть, I'm here now, это не просто я здесь сейчас нахожусь, а я здесь могу сейчас презентовать себя. Я знаю, что я уверен в себе, я знаю, что я что-то из себя представляю. И, кстати, хип-хоп-культура как таковая. Я же не сижу уже в брейк-дансе, там, как танцор уже много лет. Но хип-хоп-культура в моей жизни находится уже плотно. Потому что, если я сейчас еду в машине, да, у меня есть какая-то и попсовая музыка, я очень знаю хорошо хард-рок, но все равно есть музыка, которую я практически постоянно слушаю. И если мы говорим об этих исполнителях, я, кстати, не сторонник первой волны хип-хопа. Я не прус там от Onyx, Cypress Hill, хотя у них было вроде что-то такое интересное по музыке. А такие ребята, как там Jay-Z, как вообще G-Unip, мне очень нравится Jay-Z, там, Snoop Dogg. Это ребята, которые вот говорят о том постоянно. Вся их манера поведения, неважно, какой текст они читают и о чем они говорят. Их манера поведения – это I'm here now. Я, когда смотрю живые концерты Jay-Z, меня просто срывает крыша. Выходит человек в черном прикиде, без никаких заморочек, на нем бейсбол конец, там и картер 4 на спине, обыкновенная какая-то баскетбольная майка. И просто поднимает толпу в 100 тысяч на уши. Ни один сегодня исполнитель себе не может такого позволить. Та же Бейонсе, которую он сделал, ей для этого надо 45 подруг, оркестр на 380 человек, куча спецэффектов. А тут у чувака один монитор за 100 тысяч народа просто срывается. Вот это я называю I'm here now. То есть каждый человек должен иметь, должен понимать, имеет ли он такую сильную энергетику, чтобы выйти и заявиться. А не так, что я сказал I'm here now, пошел на первый трюк, вывернув руку, впав на голову и все, я уже лично и танцую. Ну, глупо что-либо советовать, потому что каждый ищет свой путь. Хотя могу сказать одно, если вы вообще пришли в хип-хоп-культуру, не важно, что вы танцуете, там, хип-хоп, брейк-данс, вообще, просто в любую, то вы должны изначально понимать, что, во-первых, вам это до конца надо, а во-вторых, вы должны понимать, что рано или поздно вам придется расширять рамки. То есть не бывает танцора, классного танцора, который танцует только вот, я вот мувщик и до побачения. Так не бывает. Примером тому-то те же Quest Pistons. Это ребята бибои, причем такие панки бибои, я их помню в лучшие времена, когда они делали все без башен, с прыжками на голову и все остальное. Никогда в жизни не подумал, что они могут перести в какую-то коммерческую структуру. Но после этого они начали танцевать и джесс-фанк и все остальное. Почему? Потому что танец это развитие постоянное, невозможно находиться в одной истории. Если мы говорим о каких-то трюках, которые используют бибои, ну я просто открываю интернет, я уже не знаю, что можно лучше делать из того, что ребята делают. Уже делали все. Единственное, что кто-то это делает вкусно, а кто-то невкусно. Но кого-то убить каким-то сумасшедшим трюком, как по мне, уже невозможно. То есть люди убивают на фоне энергетики, на фоне музыкальности, на фоне подачи. Вот это вот то, что уже как бы основную роль ведет. Как совет принимать нельзя по причине того, что это зависит очень сильно от человека. Ментальность у людей разная, физиологическое сложение разное, социум, в которых воспитывались, семья, это все факторы. Потому что если даже человека научить каким-то сумасшедшим штукам, если в нем внутренне и природное это не заложено, вытянуть и брать это неоткуда. В книжках это не почитаешь, в интернете не наберешь. Я считаю, что нужно завиваться во всех стилях. Вот если даже любой танцор, который хорошо танцует хип-хоп, если он начнет увлекаться паппингом, я это видел, то через год его хип-хоп приобретает совсем другую форму, более яркую, более интересную. А артистизм, просто нужно найти свою форму артистизма. Для того, чтобы внутренне поднять себя и какой-то артистизм в тебе был, то для этого, конечно, я просто рекомендую это актерское мастерство. Когда ты ходишь на трейдинги по актерскому, ты начинаешь из себя вытягивать изнутри что-то, о чем ты не знаешь вообще, что оно в тебе есть. Вот это очень клево. Ты должен понимать, если ты выходишь, если ты классно с товарищем в подвале занимаешься брейк-дансом или хип-хопом, вы классные пацаны, то это никого не трогает и голова не болит. Но раз ты выходишь уже на какое-то там мероприятие, или ты выходишь на сцену, или ты выходишь на сэшн, даже сцена в школе, дискотека, Новый год, восьмой класс. Ты уже артист, а артисты не работают без подачи. Каждый раз хочется видеть. Очень много я видел танцоров, приходишь и через час бывает такое, час-два сэшн, а тебе становится скучно. Почему? Потому что они от личности. И, кстати, очень многие ребята, танцоры, которые есть в этой сцене, я их приглашаю на классы к себе в студию, они приходят ко мне на класс. И те ребята, казалось бы, смотришь на эту понку, ну блин, что в ней такого есть? А когда она начинает работать в зале, ты понимаешь, что у человека нездоровая энергетика. Вот эта энергетика, она перебивает всех. Она же танцует, в принципе, она танцует в школу, которую знают очень многие танцоры, да? Но, как это делается, с какой подачей, понимаете, с каким внутренним состоянием? Это уже другой вопрос. Глеб Григорьев специально для Dance TV UA. Dance TV UA, ты бизнес all day. Тут танцы, врубайся, и чтобы тебе не казали, подпишись на нас.